Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». В нашем плейлисте уже разборка более 100 моторов. Также мы разбираем коробки и рассказываем абсолютно все об запчастях. Также помните, что в компании «АвтоСтронг-М» отличный сервис, прекрасные запчасти, честная гарантия и быстрая доставка. У нас в наличии очень много рулевых реек, поэтому сегодня мы подробно о них вам расскажем. Итак, встречаем рулевые рейки. Без рулевой рейки не обходится ни один автомобиль. Именно рулевая рейка соединяет управляемые колеса с рулем, причем не только передние. На современных автомобилях с полноуправляемыми шасси. Что-то наподобие рейки стоит и на заднем подрамнике. Как таковое устройство рулевой рейки очень простое. Сама зубчатая рейка находится в корпусе и находится в постоянном зацеплении с входным валом. Он же является продолжением рулевого вала. Оба конца рейки рулевыми тягами и рулевыми наконечниками соединены с поворотными кулаками управляемых колес. Для того чтобы водителю при повороте руля не надо было прилагать особых усилий, рейка снабжена усиливающим механизмом. Классический вариант рейки – это гидравлический. Насос подает гидравлическую жидкость на золотниковый распределитель, который находится на входном валу. Распределение гидравлической жидкости происходит в момент вращения входного вала, то есть в момент вращения руля. Далее распределенная жидкость под давлением по вот этим трубкам направляется в корпус рейки. На рейке установлен вот такой поршень, который представляет из себя кольцо либо шайбу, которая делит рейку на две части, то есть на левую и на правую, на два гидроцилиндра. Если жидкость пойдет по вот этой трубке, то рейку выталкивает вот в этом направлении, если по вот этой трубке, то вот в этом направлении. Как мы и говорили, на входном валу установлен золотниковый распределитель. Жидкость из насоса приходит в него и уходит. При повороте вторичного вала жидкость через вот эти отверстия распределяется по двум гидроцилиндрам при повороте входного вала. Таким образом, к рейке прилагается определенное усилие, которое суммируется с усилием, которое прилагает водитель к рулевому колесу. Таким образом, управляемые колеса поворачиваются с меньшим усилием. Устройство гидравлических рейк одинаковое. Вот две рейки с разных автомобилей. Это с MINI, это с Opel Astra G. Посмотрите, здесь распределители, входные валы, причем выглядит это все примерно одинаковое. Одинаковое количество пазов, одинаковое количество колечек, также гребенка на рулевых рейках и поршни напрессованные. Неотъемлемая часть рейки – это вот такие сухари. Они стоят вот здесь и нужны для того, чтобы прижимать входной вал к рейке с определенным усилием, которое выставлено на заводе. Насос приводится ремнем от коленвала, поэтому его производительность напрямую зависит от скорости вращения коленвала. Поэтому, чтобы убрать эту зависимость, насос оснащен клапаном управления потоком. Благодаря этому клапану производительность ГУРа никак не зависит от скорости вращения коленвала. Кроме того, данный клапан ограничивает производительность всей гидросистемы, чтобы на шоссейных скоростях влияние гидроусилителя было меньше. То есть, руль не крутился так легко. Более тонкое управление усилием рулевого механизма в зависимости от скорости движения осуществляется электромагнитным клапаном, а точнее клапаном с компьютерным управлением. Данный ГУР с BMW 5 серии E60. Бывают случаи, что ГУР перестает качать, то есть не создает давление. Всему виной может быть тот же самый клапан. Его нужно снять и почистить. Насос ГУР устроен весьма просто. Здесь есть ротор, который вращается, вот эти лопасти выдвигаются и при вращении создается нужное давление. А вот этот клапан регулирует непосредственно это давление. Устройство электрогидравлических реек такое же практически, как устройство гидравлических. Только насос приводит не ремень навесного оборудования, а электромотор. Таким образом, производительность рулевого управления регулируется очень гибко электромотором. То есть на парковке он работает с максимальным усилием, а на трассе с минимальным. Рулевой механизм с электрическим усилением напрочь лишен гидравлики. Усилие при повороте колеса осуществляется электромотором, то есть электромотор передает усилие на рулевой вал через отдельный редуктор. Смотрите, здесь нет никаких трубок, зато есть блок управления, есть электромотор, есть его вал, есть редуктор, а уже из редуктора выходит вал рейки. Чаще всего неисправности в гидравлических рейках сводятся к течам масла по сальникам. Их еще называют силовые манжеты. Давление в рейке высокое – 150-200 бар. Но текут обычно сальники не из-за этого, а из-за износа внутреннего контура. То есть если из-за коррозии на рейке образуются шероховатости, рейка двигается, сальник неподвижный, и тогда он стирается, и образуются течи масла. Коррозия на вале рейки образуется в первую очередь из-за попадания влаги, а это происходит из-за порванного пыльника либо плохо зафиксированного пыльника. Пыльник должен фиксироваться специальными хомутами для того, чтобы рулевая тяга могла поворачиваться. При сильной коррозии вала рейки изнашиваются не только резиновые сальники, но и металлические опоры, которые находятся в корпусах. После этого мы уже получаем люфт рейки и стук. В картере входного вала и распределителе давление меньше, поэтому здесь используются обычные, а не силовые сальники. Но они тоже могут дать течь из-за коррозии, которая подбирается от входного вала. А вот стружка в гидравлической жидкости может повредить внутреннюю поверхность картера. Еще одна деталь, которая подвержена износу, это сухарь, который прижимает входной вал к рейке. Так вот, если обнаружится люфт рейки, то, скорее всего, под сжатием этот вопрос не решить. Надо разбирать весь узел и, скорее всего, будет диагностирован износ сухаря. В особо запущенных случаях можно столкнуться с износом шестерни и зубьев рейки. Но в таком случае ремонт нецелесообразен, и лучше купить отличную бау-рейку в «АвтоСтронг-М». Итак, опять вернемся к нашим баранам – электрической рулевой рейки. Не поверите, она точно также боится коррозии. Но она не будет течь, потому что течь здесь нечему. Она сразу начнет стучать из-за сильного износа направляющих опорных втулок. Коррозия здесь может нанести еще больше вред валу, и стачивание его доремонтных размеров будет невозможным. Создавая рейки с электронасосом и электромотором, инженеры хотели упростить конструкцию и тем самым повысить надежность. Но на практике получилось ровно наоборот, потому что выходил из строя электромотор, выходили из строя подшипники его вала. Также электронасос выключался на ходу и тем самым вызывал большие затруднения в управлении автомобилем. Электроника может просто глючить, электромотор не выключается после остановки двигателя и тем самым за ночь высаживает аккумулятор. В электронасосах Opel сгорают транзисторы, в электронасосах Ford Focus 2 гудят подшипники, в блок управления А-класса попадает вода, разрушаются дорожки, появляются короткие замыкания. В общем, вопросов с электрикой хватает. Мы надеемся, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. Мы очень долго к нему готовились. Мы надеемся, что новогодние праздники проходят у вас очень весело и хорошо. Мы желаем вам самого большого глобального счастья и удачи в новом году. И те, кто не подписался, подпишитесь обязательно на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Помните, что с вами всегда была есть и будет в новом году и в последующих компания «АвтоСтронг».